Салют, друзья! С вами Дода и Громини Метро! Мы возвращаемся, потому что надо доиграть те города, которые мы ещё в своё время не допрошли. Итак, я включил ночной режим, который я не люблю, но знаю, что любите вы. Плюс я здесь потише сделал музыку, потому что она здесь однообразная и очень быстро раздражает. Итак, сегодня у нас Варшава, так что поехали. Так, это мы проходили, это проходили, вот и она. Варшава. Пересеките Вислу и воссоздайте историческую столицу Польши. Ну что ж, играем, как обычно, в стандартном режиме. Поехали! Не знаю, что у нас тут будет, я не пробовал играть. Так, шесть линий, три тоннеля. Ну, здесь пока что можно вот так сделать. Давайте ускоряемся и закрепляем вот эту позицию. Поехали! Так, у нас стандартно три... В общем, у нас три линии, три локомотива и три тоннеля. Значит, напоминаю, что наилучшей стратегией здесь вообще является... Эта камера пошла отъезжать. Является история с... Является история с как можно... Час... Более частым чередованием станций. То есть, в идеале у нас каждая станция должна чередоваться между собой. На постоянной основе. То есть, разные станции должны постоянно между собой чередоваться. Так, здесь очень много кружков. И очень это хорошо. Ага, треугольничек. Так, пауза, подождите. Давайте, наверное, вот так сделаем. Так, так и так. Вот я проложу. Вот эту мы уберем. Да, вот так давайте сделаем. Так, локомотив и тоннель или переход. Слушайте, наверное, давайте тоннели, потому что если река большая, мне кажется, что нам надо будет вот эту еще дополнительно пропускать. В общем, пускай будут тоннели. Мне кажется, хуже, друзья, не будет. Друзья, хуже не будет. Вот, вот так сделаем. Запустим сюда несколько линий. Я не хочу, чтобы здесь, знаете, была такая история, что... Большая нагрузка. Вот на оранжевой линии нет ни одного треугольника. Мне это не нравится. Получается, что они сбрасывают. А на салатовой линии ветке нету... Салатовой ветке, или какая-то вообще бледно-зеленая какая-то, нету квадрата. Так, вот стоп. Давайте, наверное, сделаем вот так и вот так. Осталось на оранжевую ветку еще треугольник посадить, и вообще все будет супер. О! Вот тут квадрат. Это важная история. Вообще, я бы здесь прям еще бы одну линию сделал бы. Так вот, бум-бум-бум-бум. Но это потом в будущем. Пока что такой возможности нет. Так, третья неделя уже, локомотив и... Ну, давайте линию. Да, давайте линию и... Давайте линию и... Давайте линию и здесь будет такой вот... Такой вот ход. Вот тут, кстати, можно убрать этот круг. Не надо. Вот эта линия... Блин, тоже непонятного цвета какого-то, на самом деле. Не то малиновый... Нет, это не малиновый. Это какой-то свекольный, да, скорее? Свекольный цвет. Это оранжевый. Это бледно-зеленый. Вот так давайте сделаем. Опа-на, у нас пошло переполнение. Ну, это вроде как вопрос решаемый. Да елки-палки. Так, ну пока что, пока что... Хотел сказать, что все под контролем, но вот уже и не все под контролем. Прям не все под контролем. Так, локомотив и линия. Так, давайте паузу, подождите. Здесь очень много... Вот так давайте сделаем. Ох ты ж, ёксель-моксель. Так, а это-то как? Вот так, наверное, надо сделать. И запустить еще один пояс, наверное, сюда, да? Давайте пока вот так попробуем. Уже вижу, что вот тут начинаются небольшие проблемы с переполнением. Так, мы 300 пассажиров перевезли, с чем я вас поздравляю. Я вас с этим поздравляю. Так, начинается переполнение. Без музыки не очень хорошо, конечно. Надо было на следующей записи включить. Как-то очень тихо стало. Так, мне нужен треугольник вот где-то в этой области. И на оранжевую ветку его надо посадить любой ценой. Так, локомотив. Давайте вагон. Давайте, знаете, что сделаем? Я вот так сейчас сделаю. А, я захитрю! Так, вагон точно сюда. Ой, тут еще и квадрат. Вот это точно сюда. Это точно сюда. В другой стороне квадрат был обязательно. Так, это сюда, это сюда. Ну, пока держимся, народ. Пока держимся. Так, это уникальные станции, поэтому... О! Так, ну, к треугольнику мы подключаем все. К треугольнику мы подключаем все. Вот к этому. Это просто ключевая точка. У нас на оранжевой ветке. Нет, вроде как вот это можно. О, слушайте, давайте я вообще замкну. Кольцо здесь сделаем. Так, линия и переход. Давайте линию. Все, сделаем здесь по кругу. Здесь смотрите, вот как хорошо. Квадрат, круг, треугольник. Квадрат, круг, треугольник. Круг, треугольник. Квадрат. То есть постоянно, каждый раз разные. Это очень важно. Это вообще залог успеха в этой игре. Каждый раз они должны быть разными. Каждый раз... Это самая лучшая стратегия. Должны меняться. Надо дотягивать сюда. Я дотягиваю, потому что это уникальная станция. Чтобы он туда возил. Получается, вот так надо делать, потому что я не вижу других вариантов. Кстати, можем вот этот круг поставить, а это вот так. О, давайте вот так сделаем. Красиво. Красиво. Ну вообще, если честно, так выглядит-то хорошо в теории. Конечно, будет на практике, но в теории выглядит неплохо. Красиво и даже завораживает. Пауза. У меня есть еще одна линия и еще одна станция, но я пока не хочу ее использовать. Как будто бы это экстренный случай. Вот здесь вот, конечно, оранжевая ветка прям так не справляется тотально. Локомотив-вагон. И на вот эту ветку надо еще один посадить поезд. Так как же ты задолбался своими треугольниками. Обычно бывает, что треугольников жестко не хватает, очень сильно круги душат. А вот сейчас проблема в том, что прям очень сильно душат треугольники. Вот здесь просто раз, два, три, четыре, четыре треугольника подряд. Так, ну квадрат это ладно, квадрат мы возьмем. Кстати, здесь можно туда-сюда к этому квадрату подключить. Заодно, чтобы он вот эти вот тащил сюда и к этому квадрату. И сбрасывал их сюда. У меня есть еще один вагон, но это тоже такая. Смотрите, прям появилась на этой самой. Так, ну вот, наверное, вот тут вот уже, да? Хотя что тут? Пока вроде более-менее. Надо пихать вагон. Хорошему надо бы. На оранжевую ветку. Все, вроде забираем. Ладно, давайте полностью. Комплектовываю. Ладно, хрен с ним. Хорошо, квадрат. Давайте так, я буду говорить, что это фиолетовая ветка. Ладно, извините. Ну хорошо, сиреневая. На сиреневую ветку это хорошо. Тоннели. Нужны ли нам тоннели? Это хороший вопрос. Но мне кажется, что нет. У нас так все нормально. Давайте лучше вагон. Давайте лучше вагон. У нас по тоннелям нормально все. Меня устраивает. Меня устраивает. Я пока временно прицепил сюда вагон. В таком случае. Красота. Вот здесь 4 круга подряд. А фактически 5 между двумя треугольниками. Это очень большая история. Но вообще здесь можно проложить это самое. Линию. Давайте вот так сделаем. Мне показалось, что тут что-то было? Ладно. Забили. Теугольник. Окей, хорошо. Вообще, если честно, знаете, что здесь надо сделать? Проложить вот такую вот линию. Вот. Ну а только какой в ней смысл? Это надо вот так положить. Отключить потом вот это вот полностью убрать. Оставить оранжевую ветку досюда. И вот тут я хочу как-то вот здесь вот уменьшить количество. А, ну мы можем вот так сделать. И подключить вот от этой потом. Вот это перегруз уже тотальный. Не успевают забрать локомотив и вагон. Стоп. Так, давайте вот на эту фиолетовую ветку я пошлю. Здесь мы отключаем. Оранжевую ветку тоже сокращаем. Оранжевую ветку сокращаем. Вперед. Так, треугольник. Давайте вот так сделаем. Вот это тоже убираем отсюда. Здесь бы еще, конечно, в квадрат бы. И вот сюда, в квадрат. Так, ну тут все нормально. Так, мы 1600 пассажиров перевезли. Чем я вас поздравляю. Так, сюда надо вагон кидать, на оранжевую ветку. Да ее просто. В треугольничке. Ну ладно, здесь оставим треугольник. Хотя, к черту треугольник на самом деле. Вообще выглядит удивительно, но уже 1700, а мы все еще держимся. Просто удивительно. Пока, причем, еще даже критических ситуаций нет. Тоннель или переход? Вот тут начинается важный вопрос, потому что, может быть, тоннели надо будет взять. Например, сюда. Но с другой стороны, вот что я здесь буду делать? Давайте так вот. Допустим, мы берем два тоннеля. А зачем они мне? Что я могу здесь повернуть по тоннелям? Вот это перебросить сюда? Да нет смысла. Давайте я возьму переход. А то у нас нету перехода и точки. Прям такой, что прям ух. Ну, давайте так. Это будет на случай чрезвычайной ситуации. Вообще такое ощущение, что начинает игра в своем стиле немножечко поддушивать. Ну, а бывает такая история, что очень быстро начинает появляться огромное количество людей, и ты просто ничего не успеваешь сделать. Ну, я не знаю уже, что делать. Ну, ладно, давайте вот так. У нас есть какая-нибудь точка с большим количеством переходов. Да вроде нету. Ну, вот это разве что. Может быть, сюда-то засунуть. Здесь у нас так много веток соединяются, чтобы они попыстрее. Объясню, в чем... Ну, ладно, давайте пока не будем. Просто объясняю, в чем смысл перехода. Он позволяет быстрее разгружать людей. Они пум-пум. Крестненько все делают. Так, вот тут еще проблема. Нет, нам 100% нужно, чтобы вот эта вот штука доходила до... Давайте. Так. Ну, иначе просто невозможно. Да, вот это вот гудит. Локомотив. Опять тоннели. Переход. Ладно, переход. Так, давайте ставлю сюда переход. 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 Вот это плохо. Вот это очень плохо. Ладно. Так. Мы сейчас можем проиграть таким образом. Переход. Переход. Тут уже начинаются вот эти переставления. Очень быстрые. Блин, ну тут уже все. Не, ну подождите. Я так просто проигрывать не собираюсь. Значит так, у нас сейчас вот здесь проблема. Этот, в принципе, может быть и успеет. Этот срочно сюда переставляем. Этот успевает. Этот успевает. Этот успевает. Так, все в порядке. Все в порядке, окей. Так. Прямо критически не хватает. Ладно, этот сейчас приедет и заберет. Хорошо. Плохо. Все очень плохо. Ладно, он должен успеть. Но он не заберет. Заберет. Нормально? Нормально. Так, локомотив и вагон. Стоп, пауза. Сразу же. Во-первых, треугольник. Давайте этот треугольник поставим. Он тут нам нужен. Так, дальше. А где у нас главная сейчас проблема? Главная проблема в том, что у нас вот здесь вот сгрудились в одну точку. Подсоединю здесь. И будут. Перебрасываем сюда. Так, окей. Хорошо. На оранжевые ветки у нас... Надо... Поезд есть свободный на оранжевую ветку? Вот. Вперед. А, он ничего и не сделал здесь. Ёлки-палки. Так. Видите, куча капелек. А им... А капельки у нас где? А, вот они, капельки. А что он-то их тогда сюда не завозит? Вон. Всё. Ну, просто уже прям катастрофа какая-то. Здесь надо в обратную сторону запустить поезд. Ха, прикиньте, даже не помогло. Так, ну всё уже. Пошёл просто общий перегруз. Уже все станции абсолютно загружены. Все. И я ничего не могу сделать уже. Вот тут просто миллион человек. В этой... В этой точке. Миллион человек. Ну всё, смотрите. Они здесь просто уже в три ряда. Ну всё, всё. Я... Я уже не могу ничего сделать. Так, к сожалению, вот эта точка переполнилась. Ну, извините, друзья. Но я уже всё, что мог сделать, сделал. Да, давайте вот. Мы сейчас можем открыть даже и увидите, что... Да, вот. Довольных пассажиров. Вот, видите, прям как-то очень резкий пошёл взлёт. Вроде как я держал-держал. А потом просто очень резкий взлёт. Всего поездок ежедневно. Длина пути. Длина поездки. Мне знаете, что интересно? Время ожидания. Да, у нас, конечно... Потом поднялась. Хотя, самое интересное, что... Хоть более-менее. Переходов 0.19. Не так уж и много. Тиковая вместимость. Да, вот. Видите, вот резко очень вместимость увеличилась. Ну, давайте посмотрим ещё немножко, как это могло бы быть в бесконечном режиме. Если мы посмотрим... Мы получили бы 5 локомотивов. Вагон, 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 вагон и вагон. Да, ну вот. Давайте, так сказать, я просто покажу, как это могло бы... Ну, как это должно было бы выглядеть в теории. Обращайте внимание вот на эти показатели. Локомотив, вагон. Так, где у меня на оранжевой ветке-то был? Вот он, поезд без сетево. Вот этот поезд без сетево. И этот сюда. Идёт. Ну, вот видите, они, кстати, сразу и уменьшилось их резко количество. То есть игра, конечно, просто поддушила меня. А потом всё образумилось. И как-то всё сразу и в порядке стало. Да, видите, даже вот 89 было только что. Вот упустилось до 83. Ну, вот вам и, пожалуйста, итог. Да, то есть ничего особо не это самое. То есть просто игра, получается, задушила меня. В какой-то момент. А так, мы даже, видите, вот не можем 90 отметку взять. То есть следующую точку эффективности пройти. Просто резкое падение. И всё. Вот только сейчас, только сейчас. Потихонечку, очень медленно. Пытаемся приблизиться к этой точке. Чтобы взять её. Да. Ну, ладно. Тоже, в принципе, неплохо. Могло бы быть-то хуже. В принципе, как по мне, неплохо получилось. Давайте посмотрим итог. Ну, здесь понятно. Вот так вот оно должно было выглядеть. Давайте посмотрим итог. Во-первых, посмотрим, как развивалась наша с вами... Эта вся история. А, нет. Вот это. Вот. Вот. Особо генеральных каких-то перестановок мы и не делали. В целом, всё достаточно органично развивалось. Да. Ну, и ещё раз показатели. А, вот, ежедневные поездки. А, вот, смотрите. Вот оно. Вот. Он просто не погрузился. Вот он пик. Смотрите. Видите? То есть, 13, 7, 7. Бабах! 78. Резко. То есть, вот смотрите, какой пик. Вот. Я говорю, игра меня просто задушила. То есть, резко просто мне игра... То есть, было 13, 7, 7. То есть, не постепенное было увеличение, а просто меня резко игра вдушила. Да. И, видите, население то же самое. Просто меня резко... Ну, вот я о чём и говорю. Игра просто резко задушила. А, вот время ожидания. Ну, видите, оно, как только получилось, сразу упало. Ну, в общем, вот. Недовольные пассажиры и население. Вот наглядно видно, как меня игра... Всё росло постепенно при стене, а потом бах и резко задушила. В общем-то, на этом всё. И осталось только последнее, что сделать. Это посмотреть на то, какое место я занял. О, топ 4 процента! Нифига себе! Слушайте, так это круто. Понятно, что у меня игра начала душить. 4704 место. Топ 4 процента. Круто. Это очень круто. Ну, тогда я сам себе могу даже поаплодировать. В общем, вот такая вот история. На этом всё. Мы с вами открыли Лиссабон. Он будет следующим. Ну, а я вам всем говорю огромное спасибо за просмотр. С вами был Додо. Всем удачи и всем пока!